Поступает много вопросов по поводу пакета документов для подачи на ВНЖ. Нужно или нет открывать карту в банке? Какую сумму надо класть? К кому обращаться за помощью в оформлении и сборе документов? Пишут, что 90% отказывают. Аааа! Что же делать, чтобы мне не отказали? Вот сегодня мы решили ответить на все эти вопросы. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Во-первых, не читай страшилок из интернета. Их пишут так называемые агенты недвижимости и ЖСМИ. Мы считаем этих людей, мягко выражаясь, недобросовестными и непорядочными. Они специально распространяют неправдивую информацию и пытаются навариться на растерянных людях, оказавшихся в чужой стране. Эти недоагенты дают 100% гарантию получения ВНЖ в Турции, что вообще никак невозможно. Все, что они делают, называют список документов, которые нужно подать в сам ГЕЧ. Так называется миграционная служба по-турецки. Могут сходить с тобой к нотариусу для заверения контракта на аренду квартиру. Ну а что еще они могут? Страховку делать нужно самостоятельно. Искать квартиру для аренды за тебя никто не будет. Это уже тоже самостоятельная работа. Ну помогут они еще заполнить анкету на сайте ГЕЧ, чаще всего предварительно посмотрев инструкцию в интернете. Но так может сделать любой человек. У нас вот, например, есть видеоинструкция, которую может посмотреть любой. Вот здесь она расположена. Ну придет такой агент с тобой в ГЕЧ в назначенный день и время. Ну в очереди стоять-то будешь ты, общаться с офицером будешь ты, так как ГЕЧ никого не пускает, кроме самого претендента на ВСЖ. Даже переводчиков не пускает. Всегда заходишь один или одна, о чем прям и указано на сайте миграционного управления. Приведу дословно текст самого сайта ГЕЧ. Крайне важно, чтобы заявление на получение вида на жительство было подано иностранцам лично. Заявления также могут быть поданы адвокатом или законным представителем иностранца. А агент не является законным представителем. Такой агент поможет еще заполнить анкету, которую дают самому ГЕЧ. Там вообще все элементарно, и агенту точно не нужен. Берешь гугл-переводчик и переводишь вопросы анкеты. И также с гугл-переводчиком вписываешь в анкету свои уже ответы. Это несложно. И возникает вопрос, и каким вот образом они, такие агенты, могут давать какие-то 100% гарантии отобрения? На что они вообще влияют? С офицером они не общаются, к папке с твоими документами никакого отношения не имеют. После ГЕЧ, в которой папка сдана тобой, она уезжает в главное миграционное управление в Анкару, и уже там принимается решение в порядке очереди. Ни один ГЕЧ, будь то Стамбул, Анталия, Алань, Измир, Бурса, Мармарист, Рабзон и так далее, решение по ВНЖ не принимают. Их задача – организовать приемы иностранцев, обеспечить правильность пакета документов перед отправкой их в Анкару. Поэтому они там и сидят по тысячу раз, проверяя каждый листок у каждого иностранца, сообщая о нехватке документов, если таковые имеются. Называют, что еще донести. Присваивают порядковый номер, который клеит на твой паспорт, и все. Дальше, в определенный день, все готовые папки отправляют в Анкару. Это своего рода такой фильтрационный пункт, или как, например, в больнице приемный покой. И люди, не знающие сути процесса рассмотрения заявок на ВНЖ в Турции, охотно верят таким агентам, которые все, как попугаи, начинают свою речь. Сейчас 90% отказов, но мы не даем 100% гарантию, что именно с нами вы получите желанное ВНЖ в Турции. Мы то, мы сё и так далее. Не верь им. Слышишь фразу «100% гарантии» – беги. Потратишь кучу денег. Подавляющая часть таких агентов попросту мошенники. Все они дружно русскоговорящие. И все не местные, а откуда-то приехавшие. Уже странно, разве нет? Если так все могут легко влиять на одобрение ВНЖ, так чего же турки через одного этим не занимаются? Им-то по-любому было бы проще договариваться со своими соотечественниками. Тем более у них все тут друг друга знают через брата, свата, друга друга и так далее. Конечно, есть и агенты, которые честно говорят, что вся их работа заключается именно в консультации. То есть они просто называют необходимый пакет документов, проверяют их правильность перед походом в ГЕЧ. Такие агенты тоже нужны, так как есть люди, которые просто не владеют в должной мере компьютером и навыками сбора информации в сети. Например, могут быть такие вот пенсионеры или люди из стран, где просто попросту настолько ограничен интернет или нет интернета и проблема с поиском информации, и люди не привыкли, не имеют просто такого навыка. Ну вот Туркменистан, например. И граждане из этой страны очень часто пользуются такими услугами. И такие вот агенты, когда к ним обращаешься, тебе никогда не дадут никакой гарантии, что ВНЖ будет одобрено. Они об этом честно скажут. Они просто являются носителями информации, которую они продают. Во-вторых, часто звучит вопрос о банковской карте. В списке документов на первичный ВНЖ на самом сайте ГЕЧ выписка из банка не значится, но ее могут затребовать дополнительно донести. На это дается срок 30 дней. Цитата с сайта ГЕЧ. Для краткосрочного и студенческого видов на жительство достаточно только задекларировать доходы в онлайн-форме, если управление не запросит какой-либо подтверждающий документ. Это означает, что в той анкете на сайте, которую ты будешь заполнять, чтобы получить рандеву с офицером, будет пункт, где нужно будет написать свою профессию и свой доход в месяц. Это и есть задекларировать. Открыть банковскую карту в Турции без наличия ВНЖ – это та еще задачка, особенно в последние дни. Это стало особо сложно. Это, конечно, возможно, но нужно быть самым упорным или располагать денежными средствами. Если ты упорный, то тебе придется потратить не один день, иногда даже не одну неделю и обойти огромное количество отделений банков. Какое-то отделение возьмет и откроет тебе карту. А если же ты располагающий денежными средствами, то хватит и одного, двух, трех дней, чтобы найти банк, который просто попросит внести депозит и откроет тебе карту. Если ты относишься к одной из двух таких категорий, то можешь действовать. Так как наличие такой выписки из банка со средствами на счете в пакете документов на первичные ВНЖ выгодно отличает тебя от остальных и повышает процент одобрения в разы. В-третьих, сколько денег должно быть на карте на одного человека в месяц, если вдруг управление затребует показать свою платежеспособность. Мы слышали абсолютно разные цифры, и такие цифры даже достигали 30 тысяч долларов в год на человека. Сумма совершенно плавающих, кто во что гораст, в общем, придумывает. Но все, что тебе нужно, это выдохнуть, часок полазить по сайт Тубьёч и поискать эту информацию. Там все есть. Приведу сейчас текст с сайта по этому вопросу. Иметь доход из расчета не менее 1 трети минимальной заработной платы на каждого члена семьи и не ниже минимальной заработной платы совокупности. На экране сейчас приведена таблица с минимальными платами в 2022 году. И таким образом, если твоя семья из трех человек, берем из таблицы среднюю минимальную сумму, которую мы видим, 7000 лир. И отсюда одна третья часть. Получается 2333 лир в месяц на человека для семьи из трех человек. Для удобства округляем до 2400 лир. На 6 месяцев получается 14400 лир на человека. Ну а на год, соответственно, 28800 лир. Или в долларах 1550 долларов на год, или 775 на полгода на одного по текущему курсу на сегодняшний день. Если семья, например, из двух человек, то 7000 уже делится пополам. Так как ключевая фраза в совокупности таким образом 3 500 на человека в месяц. Если ты один или одна, то минимальная заработная плата в месяц это 7000 лир, поэтому выгоднее ехать семьей. Или ты пенсионер, например, то нужно тогда предоставить идентификационную карту пенсионера и документ о назначении пенсии. Или если источник дохода является аренда недвижимости, то необходимо предоставить свидетельство о владении недвижимостью и договор аренды, заключенный не более двух лет назад. И внимание! На все документы, показывающие источник дохода, полученный в другой стране, необходимо предоставить нотариально заверенный перевод на турецкий язык присяжным переводчикам. Эта процедура делается внутри Турции. Четвертый вопрос, какой поступает, это про страховку. Нужна ли страховка детям и пенсионерам? При подаче заявления на краткосрочное ВНЖ страховка детям до 18 лет и лицам старше 65 лет в миграционную службу страховку не требуют. При заполнении анкеты в разделе медицинское страхование нужно выбрать пункт младше 18 и старше 65 лет. Но дети до 18 лет без страховки не имеют возможности подавать на долгосрочный ВНЖ, так как здесь уже требуется страховка. А вот лицам старше 65 лет во время подачи заявления на долгосрочный ВНЖ достаточно предъявить доказательства того, что они не могут быть застрахованы. Это пенсионное удостоверение и паспорт. На этом у нас все. Подпишись на канал, чтобы она остановилась больше. Ставь пальцы вверх, чтобы алгоритмы YouTube показывали видео как можно чаще. Свои вопросы и замечания оставляй в комментариях. И если вдруг хочется задать вопрос анонимно или рассказать какую-то историю, то можешь присылать ее на почту, указанную под видео. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok